Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Наша специализация снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Сезонная палитра от института Pantone – отправная точка не только для дизайнеров одежды. В игру тонов и полутонов включены все профессии, связанные с цветом. 10 оттенков наступившего сезона мы обсуждаем с дизайнером ювелирной бижутерии Ольгой Трохимчук. Все эти тенденции – это отражение нашей действительности, реальности. И, соответственно, их игнорировать сложно. И в то же время эти тенденции позволяют посмотреть на многие цвета с новой точки зрения. Например, если бы они не предлагались, что, может быть, этот цвет остался в стороне, я бы с ним не работала. Оттенки, по сути, присутствуют все синенькие, более глубокие и насыщенные. Опять же, зелень ушла из-за откровенной зелени, она ушла в более сине-зеленую гамму, тенистая ель. То есть это такой плотный, очень красивый оттенок. Соответственно, тут как бы вот некое новшество этого сезона. Масляный, нейтральный серый, балетная туфелька – деликатные оттенки в меньшинстве. Плюс ко всему на подиумах сезонных показов царят тотал-луки, цвета гренадин, морской пион и другие яркие идеи. Те люди, которые хотят соответствовать, быть современными и актуальными, они, соответственно, не могут это игнорировать. Любые аксессуары – это как раз тот удобный инструмент, который позволяет более легко включить актуальные цвета. И, опять же, дозировано, потому что, допустим, в новом сезоне будет тотал-лук красный. Не всякий решится как-то так себя преобразить, но, опять же, включить украшения в красном цвете – их намного проще. И они дают именно вот такую вот изюминку, которая более корректно, более уместно смотрится. И, опять же, можно не изменять своим предпочтениям стиле в своем гардеробе. С другой стороны, нейтральный серый, который также предложен пантон как тренд в цвете, и, конечно же, в этом сезоне его превозносят как актуальный. Но, на самом деле, он не повторяет своей актуальности, то есть просто может поменяться некий оттенок. Но, опять же, соседствуя в одежде с всевозможными оттенками, этот оттенок тоже может преображаться, и он будет всегда актуален. Есть более сложные оттенки, которые, на самом деле, очень сложно трактуются, например, как золотистый лайм. Вот это такой оттенок, который, на самом деле, даже в показах представленных дизайнеров, где этот оттенок использовали, он воспринимается абсолютно всегда по-разному. Поэтому тоже это необычные оттенки, которые очень интересно внести, но он более сложный, и с ним нужно потренироваться, чтобы его, как говорится, включить в свой гардероб, и чтобы он смотрелся гармонично и уместно. К предложенным десяти оттенкам сезона чаще всего прислушиваются стилисты гардероба. Дизайнеры же обычно руководствуются своими фантазиями. Впрочем, дабы не быть оторванными от действительности, приходится изучать рекомендации авторитетных фэшн-бюро. Художник отличается от обывателя способностью видеть необычное в привычных предметах. Взять, к примеру, человеческое тело, которое является источником творческой информации для многих фотографов. И этой теме посвящен проект «Фототело» кураторской группы «Всофтфокус». Очередную выставку этого проекта посетила журналист «Бьюти Тайм» Элина Ахмедшина. Давно ли вам приходилось тщательно рассматривать линии на ладони, морщины у глаз или собственную пятку? Если это и может показаться неувлекательным, то только до похода на выставку художницы-концентуалиста, фотографа Юлии Бештанко. Загадочная красота таких знакомых уголков человеческого тела захватывает в первых минут. А наблюдательность автора вызывает настоящую зависть. Мы назвали выставку «Протогея», и Юля сразу с этим согласилась, потому что «Протогея» – это первая земля, это понятие ледница. Я думаю, что выставка достаточно концептуальна и интеллектуальна, чтобы мы могли упомянуть именно ледницу, делезу, свифта. Вот это вот концепция ледницы, когда он говорит, что в любой вещи все возможные вещи. Вот это Юля очень хорошо чувствует. Это универсальность материи, когда в песчинке вселенная, во вселенной песчинка изоморфно растворена. Это ей очень близко. На снимках запечатлены фрагменты самой Юлии, а также родственников, друзей, коллег. Кстати, в большинстве случаев модели не узнают себя на фотографиях. Ну, конечно, я прошу, чтобы моргнули так, сделали так, морщинку сложили по-другому. В основном я пытаюсь это словить на натуре. Делать много кадров, и тогда уже композиционно выбирая, как повернуть фотографию, как ее отредактировать, то здесь, конечно, вступает в роль художника, и он уже редактирует фотографию, ее обрезает, и потом экспонирует. Сказать, что это макросъемка, можно только технически. Граница целого, в фрагмент которого пока с макросъемкой, непредставима. Непредставима. Перед нами не часть какого-то тела, а ландшафт бесконечного мирового тела. Это мы меняем наш штаб смотрения, мы оптику нашу меняем, а оно так остается великим, бесконечным, растирающимся на все стороны. Поэтому технически, да, макросъемка. Но концептуально это философия. Экспозиция, состоящая также из авторских книг, видеоарта с пометой 18+, пройдет в выставочном зале Союза художников до 28 сентября. Танцевальный клуб «Галла Дэнс Риверсайт» приглашает на детский «День открытых дверей». В программе мастер-классы, консультации для родителей, сюрпризы и подарки, а также специальные предложения на приобретение клубных карт. Подробности у администраторов «Галла Дэнс Риверсайт» по телефону 242-02-04. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. Приглашаем детей с родителями познакомиться с душевной атмосферой и материально-технической базой школы «Пеликан» по трем адресам. Улица Свобода 20, Худякова 18, Свилинга 47В. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelikan74.com. Запись на экскурсии по телефону 264-6109-214-5999. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Конкурсы красоты подразумевают яркое шоу и эффектные выходы участниц. Но не каждый знает, как много сил уходит на подготовку к финалу. Участницы конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями рожденные побеждать уже вовсю изучают новые и с нетерпением ждут выхода на сцену. Все из разных городов, они все обладают совершенно разными талантами. Даже если это танец, то нет участниц, которые похоже проявляют себя на сцене, потому что у каждого своя индивидуальность, свой талант, свой темперамент. И они совершенно по-разному. У нас все разнообразно себя ведут и проявляют. Есть участницы, которые поспокойнее, тем не менее, они раскрываются на сцене. В процессе подготовки такая возникает эмоциональная между ними связь. И я думаю, что как раз-таки наша задача сейчас притворяется в жизнь. Атмосфера дружелюбия, открытости, такой взаимопомощи, взаимоподдержки, раскрытия их в общественных способностях и такой женской самореализации. Четыре дня усиленной подготовки на загородной базе. Различные мастер-классы, фотосессии, запись визитных видеокарточек, а также обучение дефиле на колясках и танцам на сцене. Сегодня на мастер-классе о стиле девушкам рассказали, что такое базовый гардероб и как правильно сочетать одежду. Я научу, как правильно формировать гардероб, как сделать так, чтобы вещи в гардеробе сочетались между собой, легко сочетались, ну и как подчеркнуть особенность каждой из девушек. Я хочу сделать красоту в этот мир и помогать девушкам, женщинам стать чуточку лучше, чуточку лучше. Корректирующего сейчас провела прекрасный мастер-класс по стилю, где я для себя узнала, какие модные цвета, модные тенденции на этот год, какую обувь предпочтительней носить, с чем можно сочетать джинсы, свитшоты, худи. Например, хочу сейчас после этого мастер-класса себе приобрести джинсы бойфренды. Интересно было узнать то, что джинсовые рубашки сейчас опять снова входят в моду, и то есть уже давно не видели, и как правильно и с чем их нужно сочетать, то есть даже с юбкой джинсовая рубашка подходит, этого даже мы не знали. То есть какая полоска странит, наоборот, какая полоска, наоборот, полнит, и что не стоит, и с чем надевать. Финал состоится уже на этой неделе. Как пройдет конкурс «Рожденное побеждать» мы расскажем в следующем выпуске. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления осеннего гардероба. Идею комплектности стилисты отвергали в последние сезоны, считая костюмы консервативным элементом моды. Между тем, готовые решения дизайнеров вновь стали актуальны. Костюм не всегда предполагает наличие жакета. Например, джемпер с юбкой из одного материала – более сложная сезонная альтернатива платью. Сочетание юбки и свитшота – более демократичная идея, но не уступающая в элегантности и практичности решения. Костюмные сеты существуют и в нарядном варианте, отделанном мехом с модным принтом и кристаллами. Ну и, наконец, классическое решение – деловой костюм-двойка с юбкой или брюками. Сегодня его рекомендуют в качестве стильной инвестиции даже тем, кого дроссход не обязывают к строгости. В современном прочтении такие костюмы рекомендуется носить с однокомными стопами. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Профессиональный праздник – это всегда повод для гордости за свою работу. Когда все вокруг как-то особенно начинают ценить твои профессиональные заслуги. День парикмахера в этом году представители индустрии красоты отмечали креативными показами сразу на нескольких площадках. «Наконец-то есть такая возможность собраться представителям индустрии красоты в одном таком творческом большом пространстве, чтобы отпраздновать свой день. Ведь не секрет, что все парикмахеры, все праздники стоят за своим, можно сказать, станком, всегда с феном, с расческой, с лаком, и делают нашу жизнь, наши праздники красивыми. Но сами не успевают отметить ни Новый год, ни 8 марта. Поэтому выродилась такая идея, она уже много лет поддерживается профессионалами. И мы решили, что в Челябинске тоже нужно отметить такой праздник. Поэтому этот праздник создали и получили большой отклик. Все очень рады, и очень много людей собралось. Хотелось бы, чтобы действительно стал традиционным, потому как надо растить наше поколение, надо встречаться. Раньше мы друг друга узнали, потому как действительно проходили конкурсы, их было достаточно много в районе, потом это было в городе, потом это была область. Сейчас у нас достаточно редко стали проходить конкурсы, и мы действительно мало встречаемся на каких-либо таких кусоках. Давно утихли вот эти большие события, а эти события очень важны для творческих людей. Это же рост их потенциала, это творческие способности. Несколько сотен гостей из Челябинска и городов области приятно проводили время, делились опытом и творческими успехами индустрии красоты. Надо как-то развиваться, мне кажется, общаться больше между собой, людям с одинаковой профессией. Много клиентов поздравляют друзей, поздравляют родные, соответственно. Да, конечно, всегда собираемся в кругу друзей и близких. А в городе Магдагорске события такого масштаба нет. Раньше профессиональным праздником парикмахеров считался День работников бытового обслуживания населения. Но со временем эта профессия вышла за рамки сферы услуг и заняла своего рода промежуточное положение между ремеслом и творчеством. Остается надеяться, что традиция отмечать этот праздник красочным шоу будет продолжена, и наши мастера смогут проявить себя не только в работе с клиентами, но и в творчестве. Танцевальный клуб «Галла Дэнс Риверсайт» приглашает на детский «День открытых дверей». В программе мастер-классы, консультации для родителей, сюрпризы и подарки, а также специальные предложения на приобретение клубных карт. Подробности у администраторов «Галла Дэнс Риверсайт» по телефону 242-02-04. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на «Соник Ривой 30». Мы не можем продлить лето еще на три месяца, но зато мы дарим в три, в три раза больше бонусов на карту при покупке билетов в кинотеатре «Киномакс». Мы делаем лето лучше. Подробности на сайте kinomax.ru Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате no comment в завершении выпуска. СОЛЬНЫЙ 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 СОЛЬ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эстетики и медицины «Формула» Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела Запись на бесплатную диагностику 211 50 30 Стилисты проекта «Модный дом. Я» Имидж-студия Елены Ивановой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok